Для участия в специальной военной операции создается элитный батальон «Камчатка». Главный акцент будет сделан на интенсивной подготовке бойцов перед отправкой на Украину. Главный акцент необычный, которые только пришли в этот батальон, пробыли на полигоне четыре дня, которые даже не постреляли, потому что не было патронов. И отправили просто на передки всех, просто отправили в Камчатский батальон, на передки, кто вступил в Камчатский батальон других регионов. Нас отправили без ничего. У нас нет ни еды, ни питья, ни рации, ни тепловизоров. У нас нет ничего. Рацию мы покупаем за свой счет. Одежду мы тоже покупаем за свой счет. Носки, тепло, все мы покупаем за тот счет, к которым приходят деньги, которые мы должны кормить своих семей. Но мы покупаем за них все этот счет батарейки, рации, обмундирование. Один тепловизор стоит 180 тысяч. Одним тепловизором мы обжиться не можем. У нас тоже есть семьи, нам есть кого кормить. Военнослужащие батальона Камчатка получат полную экипировку. Ее образцы – шлем, квадрокоптер, антидронное ружье, тепловизор и многое другое представлены на выставке в пункте отбора на военную службу. Еды у нас нет. Еда сюда поступает раз в неделю. И то, за ней очень трудно пробраться, потому что везде обстрелы, везде работает снайперы, везде работает арта. Минометы по нам херачат каждый божий день. Каждый день 200-300, 200-300. Продержать эту позицию, передох, очень сложно. Здесь бои идут каждый день. Народ гибнут, народ необученный. Мундирований нету. Ночью хоть глаз себе выкалывай. Они хохлы, они все мундированные. Снайпера, у них все мундированные тепловизоры, квадрокоптеры, у них все есть. Они нас видят, они нас срисовывают, как могут нас долбят, в плены забирают. Снайпер работает у них очень хорошо по тепловизору. Мы ночью просто работаем на шум, на звук. Сдерживаем позицию, как можем, не отдаем. Но гибнет нас очень здесь много. Скоро гибнуть начнем с голоду. С голоду да с холоду. Я обращаюсь к всем камчатским жителям, которые, и всем, кто собирается в камчатский батальон, не идите, не ведитесь на эту провокацию, что здесь полное обмундирование, что полностью обмундирует. А где оно-то будет? Да, бронежилеты дали, но не всем. И то головной этот Архангел пробивает его конкретно. Я уже третий бронежилет себе меняю. Сейчас вот последний нашел, который хороший. Как бы его, по мне приходят приходы, но его не пробивают. Архангел пробили сразу. И плюс, чем хорошо бы это брать меня, Архангел, то, что она полностью себя может модулировать. И я хочу передать словоду, то, что ты просто обманул свой народ и тех, кто пришел в наш камчатский батальон. Народу очень с камчатского батальона, уже половины нету народу. Погибло очень много людей. Потому что нету обмундирования, еды, ничего нету. На полигоны народу не походило, обучения никакого не было. Ты просто подставил под пушечный выстрел детей, тех, которые прибыли. И два дня побыли просто в Олейске и сюда их сразу всех напередок кинули. Я не знаю, как ты будешь замаливать всех, как ты будешь родителям в глаза смотреть погибших детей их, которым 18-20 лет. Я просто не понимаю тебе, Солодов. На хрена ты это сделал? Ты просто подставил Камчатку и увел просто народ на убой, на мясо. Я вернусь и всем половина, кто тут остался еще в живых, мы вернемся, Солодов. И просто каждый народ узнает, как ты поступил с людьми, которые подписали этот долбанный контракт, поверя тебе в том, что ты просто обеспечишь этот Камчатский батальон. Не побоюсь этого слова, мы видим его как элитное подразделение с точки зрения подготовки. Мы тут даже просто с голоду дохнем, потому что у нас нет ни воды, ни жратвы, у нас ничего нету. Мы не можем выбраться в город, хотя бы даже потратить свои копейки, купить себе что-нибудь. Потому что мы вечно находимся под обстрелами. Нас в город не выводят, нас не вывозят. Нет такого, чтобы кто-то хотя бы подменял нас. Так что, Солодов, тебе огромный привет от всех пацанов, которые сейчас живы. Пенсионер знакомый в электричке попался. Ехал снова устраиваться на завод. С прошлой работы уволили, потому что путал, на какой руке надо носить часы. Это Кемеровская область. Машенька из мультика «Маша и Медведи» приехала поздравить деток с днем рождения. Что с лицом у Машеньки? Просто Машенька 20 лет в угольном разрезе проработала, а по вечерам пила, как медведь. Член Совета Федерации от Телябинской области рассказала, что у молодежи в России не должно быть высшего образования. Система ценностей, она должна быть пересмотрена. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. В путинской России девушки должны рожать с 18 лет. А мужики с 18 лет должны идти прямо в окопы. Образование этому только мешает. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит их. Это высшее образование только мешает отдавать руки и ноги засеченным Миллера и Дерипаску. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года. В путинской России за тебя тебя уже давно нашли. Ты родился, потерпел до 18 лет, получил паспорт, проголосовал разик за Путина. И вперед на войну. Хватит. Если мы вернемся к своим корням, если мы вспомним опыт наших прародителей, и, соответственно, у нас получится все вернуть на прежние круги, и у нас пойдут коэффициенты демографической безопасности расти. Если мы вспомним, что такое революция, то тогда и война прекратится, и демографические показатели восстановятся, и у каждого будет свой кусочек земли. Надо просто вспомнить опыт предков, Что это такое? Кто угадает? Думаете, это РСЗО «Град»? Или РСЗО «Ураган»? Нет. Это новая, не имеющая аналогов РСЗО «Лотерея». Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Ничего не нормально. Что здесь происходит? Это что такое происходит у нас? Что случилось? Почему все это происходит? А знаете почему? Задайте вопрос почему. Так почему? 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 Потому что... Ну, потому что... Потому что потому... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова